Сегодня мы хотим поговорить на тему работы в Турции, если вы иностранец и уже получили ВНЖ. Так как часто задают одни и те же вопросы на эту тему. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, если вы приехали в Турцию, получили комет по аренде или на основании покупки недвижимости и теперь уверены, что с легкостью трудоустроитесь, придется вас расстроить. Нет, по закону работать вы не можете. И комет – вид на жительство на короткий или более длительный срок, позволяющий проживать в Турции, свыше предусмотренный для граждан разных стран без визовых дней. По нему запрещено работать. При подаче на ВНЖ вы подписываетесь под этим условием на двух языках. Вы не погугли, вы решили оформить рабочее разрешение самостоятельно? К сожалению, и тут вам палки в колеса вставят. Чалышмайзни – это рабочее разрешение по-турецки – может оформить только работодатель. Остальные фирмы максимум могут быть лишь посредниками. Делается она под конкретное место и должность. То есть вы не сможете оформиться в одной фирме, а работать в другой. Как только вы увольняетесь с места работы, где у вас рабочее разрешение, оно сразу же аннулируется. Если вы сначала получили и комет, а позже рабочее разрешение, то оно заменяет и комет. Если ваше рабочее разрешение аннулирует, то вы обязаны покинуть страну, даже если ваш и комет по датам еще действителен. Так работает система. Если вы уверены, что хороший специалист и вас в Турции оторвут с руками и ногами, то и здесь вас ждет разочарование. Вы должны быть прям уникальным специалистом, чтобы работодатель вас предпочел турку. Так как налоги за вас платить больше, чем за гражданина Турции. Хотя санно оформление рабочего разрешения не затратно для фирмы. Чтобы работать на территории Турции по своей профессии, необходимо пройти процесс подтверждения и легализации своих дипломов. Время процесса занимает от 4 до 16 месяцев. Стоит отметить, что для одних профессий достаточно получать сертификат эквивалентности, по-турецки он называется Denklik Bilgesi, а для других сертификат подтверждения диплома, это Tanimabilgesi, выдает их коллегия высшего образования Турции. Эти два типа сертификатов отличаются между собой. Поэтому предварительно стоит поискать информацию, какой именно сертификат подходит под ваш диплом. В Турции легко работать нелегально и так спокойно жить годами. К сожалению, такое устройство жизни подойдет далеко не каждому человеку. Так периодически полиция проводит рейды и отлавливает нелегально трудящихся. Кому повезет, просто отделается штрафом, а кого-то выдворят из страны. В большинстве случаев об обычной рутинной проверке работодатель узнает заранее. Но бывают еще проверки внезапные, особенно если кто-то на вас пожаловался, а это могут сделать даже свои. Так что если вы устроились на работу нелегально, то пускай об этом знают только вы и ваш работодатель. Не болтайте по этому поводу. Если вы рассчитываете на то, что вас не депортируют за нарушение закона только потому, что вы женаты и у вас семеро балаков, то властям и системе в целом пофиг на ваше положение. Вы нарушили закон, значит обязаны покинуть страну всей своей семьей. Или один, если у семьи документы все в порядке. Если вам повезло и вы трудоустроились официально, получили рабочее разрешение, то совет. Просите копию рабочего договора сразу при подписании, так как вы можете услышать, что вам передадут его позже. Но позже могут так и не передать. Это Турция. Ваше рабочее разрешение должно храниться у вас. Порой бывают такие случаи, когда рабочее разрешение оставляют у работодателя. Типа, я же здесь работаю, разрешение распространяется только на эту компанию, то и пускай хранится там. Работодатель не имеет на это права. Это такой же важный документ, как и паспорт. Храниться он должен строго у работника, то есть у вас. В Турции нет такого понятия, как стажировка без рабочего разрешения. Поэтому даже на испытательный срок работодатель обязан оформить вас официально. Если вы строите свои планы по трудоустройству в Турции на основании слухов, то почти никто из иностранцев не работает легально. Это неправда. Стоит лишь обратиться к статистике выдачи рабочих разрешений. Цените себя и требуйте официального оформления. В описании мы оставим ссылки на сайты, где можно искать работу в Турции, будучи иностранцем. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. Также при желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. И не стесняйтесь проходить в описании под видео, там вы найдете ссылку на наш сайт, куда можно обратиться за помощью по аренде квартир в Стамбуле. Обняли, подняли и немножечко хрустали, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!